Вот какие одуваны, красота! Дима начал траву косить, тюльпаши, красотуны, пошла руководить. Желтые тюльпаны, верхники одувы, вместе одувы, вместе одувы, зелтые тюльпаны, зелтые тюльпаны, все поле ромашек скатили, оставили в виду. И вот, пожалуйста, улитки начали кушать цветочки. Вот он бедненький какой, а? Ой-ой-ой, уже его поели. За ними не уследишь, за этими улитками гадкими. Сейчас ромашек не будет. Ну, а что делать? Сэ ля ви! Вот они, цветочки коленного. Ветер сегодня, ну, тепло, 21 градус. В тени 21 градус. Ой, никак не уследишь за этими улитками. Земля очень-очень сложная для выращивания, для культивирования. Потому что камни копнешь вглубь, а там камни одни. Сюда завозили очень-очень много телег земли. Да и плюс еще улитки потом. За ними не уследишь. После дождя они выползают, утром они выползают, они прячутся только на солнышке, когда день. Но я за ними не успеваю. Очень-очень хорошо гортензия пошла. Я очень рада. Орех погибает. Чуть он не засохнет. Может, отойдет? Вообще-то почечки есть. Зеленые гортензии, зеленые, зеленые, зеленые. Может, отойдет? Кусты вот здесь погибли. Тоже подсадили другие кусты, молоденькие. Вот в планах у меня, чтобы пенечек весь плющем оброс. Так, вот здесь вот прогалина. Здесь тоже кусты подсадили. Тоже подсовка, замерз кустик. Ой, ребята, какой аромат стоит. Вот от этих вот. Ой, медом пахнет. Медом. М-м-м, вкусно-тенько. Волшебно. Сразу настроение улучшается, когда травка подстрижена. А кто мой тут гуляет? Пантеренок гуляет? А? Пантерюша? И Пантерюша, и Гробалон. Пипюска, ау. Пипюска, две. Пипюска, ау. Один котик, первый котик. Хе-хе-хе. Зовут его Пантер. А это второй котик. Зовут его Гробалон. Большой мяч. Полное его имя. Гробалон до регби. Большой регбистский мяч. Потому что он был у нас толстый-толстый такой. Весь овальный, овальный с пузом. А потом похудел. Любовь у него началась. Загулял и похудел. Пантеренок-то у нас всегда в одном весе. Потому что он у нас кастрированный. Мы его лишили. Праздника жизни. А этот вот к нам приблудный котик. Сам пришел. Но мы его не стали гнать. Пантеренка мама привела. Коша. Всех нам котят привела свою сюда. Шесть штук. Елки, Суня. Вот такие цветочки еще. Пострелили. Ой, прям сегодня меня что-то мои слушаете. Наши пилители. Все так работать кинулись. И траву подстрелили. И сейчас будем кусты пилить. На. Улегся. На свежую землю вскопанную. Улегся. Грабалом берегли. Да. Мои два кота понимают русский язык. Французские киски. Они отзываются на это. Мину, 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 мину. И не реагируют абсолютно. Все соседи тут меня спрашивают. А как это так вот ты говоришь? И все коты твои оба бегут сразу. А вот так вот я им рассказала, что у нас котиков зовут. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Выхожу на балкон. И они сразу меня заслышат. И бегут как кони. За едой домой. По расписанию. А я уже с насморком. Уже у меня началась ежегодная аллергия. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Продолжение следует. Продолжение следует... есть возможность остаться в доме с семьёй. И нужно остаться в доме. Нужно не выйти. Потому что это не для ничего. Есть много жителей в Италии. В России это не много. Это не много. Так, работники мои золотые. Мотокультуах собираются налаживать. Землю копать под огород. Под помидоры, огурцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот работа низверких. Сначала нужно по всему периметру вокруг дома внутри. Дома внутри сада попилить. Затем с внешней стороны. Со стороны соседей. Потому что это не соседи будут делать их кусты на нашей территории. И со стороны улицы. Надо тоже пилить. Потом сверху лестницу нужно менять. Депляссмо. Менять ей положение. Потом нужно это всё собирать. Листья в прицеп. А потом отвозить в несколько раз. Потому что за раз не помещается отвозить на мусорку. Которая в данный момент закрыта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот любопытный. Ай-яй-яй-яй. Ну, куда дальше направимся? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как по дорожке-то приятно ходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот. Рабочий день в саду подходит к своему завершению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тюльпанчики готовятся ко сну. Красавчик закрылся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, вот тут на скамеечке я книжки читаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь вот мы с мамулькой чай пьем. Вот в этом апреле поездка отменяется. Все нам перегадил этот коронавирус. Или всемирный заговор. Кто его знает. Вот горшочки я уже подготовила. Всегда у меня здесь цветочки. В этих горшочках летом бывают. На этой стороне калы еще не подошли. А за домом уже вот три я вам показывала в бутонах. Скоро раскроются через день-два. Эти красавчики приготовились ко сну. Закрылись бутончики. И здесь у меня цветочки будут. Вот земля есть, приготовила землю. Вот здесь я загораю. Вот траву еще не убрали до конца. Уже места нету в прицепе. Завтра в мусорку отвезем, если она будет открыта. И дальше будем загружать. И следующую часть забора стричь. Пантерюшка. Кисюля. Ну иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Давайте присядем с вами. Я хочу представить вам, друзья, книгу моей приятельницы, подруги, которая живет в Париже. Ну, под Парижем. Зовут автора Елена Ленева. Книга ее называется «Покров любви». Вы видите портрет Леночки. Она любезно подписала мне свою книгу. Да, каждую свою книгу она мне подписала. Галине с любовью и благодарностью от автора. Сейчас Леночка застряла в Харькове. Ну, по своей преподавательской деятельности она там находилась. Вот. И с мужем они сейчас там застопорились. Не знают, когда вернуться во Францию. Книга эта мне очень понравилась. Впрочем, как и все ее предыдущие книги. Я прочту вам. Из собора Нотр-Дам де Шахтер похищают одну из важнейших раннехристианских святынь – Покров Богородицы. У часовни находит тело викария собора – отца Антуана. Французский полицейский приходит к выводу, что Покров переправили в Россию. Частный детектив Мишель Дебре и его российские коллеги – детективы Максим Омский и Андрей Шустров – параллельно с полицией начинают расследование. Известные коллекционеры, коммерсанты, историки и искусствоведы, с которыми они встречаются, так или иначе помогают в поиске реликвии. Кто является заказчиком похищения? С какой целью был украден именно Покров? Вопросы, на которые им предстоит ответить. Замечательный автор, самый мой любимый автор современности. Дорогая моя Леночка, с нетерпением жду твоих новых книг. Но Лена не теряет времени даром. И находясь на карантине в Харькове, она заканчивает свою книгу по впечатлениям и путешествиям в Мексику. Потому что Лена всегда основывается на исторических правдивых фактах реальных и на основе своих путешествий. Потому что все факты она ездит именно в те места, о которых пишет, она их посещает. Замечательный автор, рекомендую. Вы можете найти ее книгу на Литрес. Ой, как по дорожке-то ходить комфортно. Вот вам вид сверху с балкона. Балкон еще предстоит мне отмывать. Здесь у меня на столике тоже стоит всегда красивый цветок. А здесь на данном месте на перилах я вешаю тоже ящички. В прошлом году у меня были здесь плетения огурцов. Урожай обалденный огурцов был. Или питунья у меня здесь бывает. И котик прогуливается. Ой, вот вам вид из балкона. Это дерево, которое кажется вам сухим, оно потом возродится к жизни. Вот два их. Одно, второе. Они цветут потом гроздьями розовыми, красными. Так, второй котяра. Вот так и ходят друг за другом два друга. Весело им вдвоем. А дерево у качелей, оно цветет белыми гроздьями, кистями. А я вставлю вам фотофоточки показать, что будет потом к лету. Поехали. 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 Ответ. Ответ. Och. Где Продолжение следует... 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 Продолжение следует...